Здравствуйте, в эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. К сожалению, день рождения только раз в году, а юбилей и того реже, поэтому празднуют его, как правило, с размахом. Коллектив девятой школы свой 55-летний юбилей также решил не оставлять без внимания. Поздравить учебное заведение пришли учителя, выпускники и наша съемочная группа. В свои 55 она также молодая, полна сил. Школа номер 9 отметила юбилей. Торжественный вечер, посвященный праздничной дате, состоялся 28 декабря. В спортивном зале школы собрались ветераны, образовательные учреждения, педагоги и выпускники. Это замечательная дата. Мы к ней очень долго шли. И особенно наши ветераны, которые очень много вложили в нашу школу. Выпускников у нас очень много. Это замечательный праздник. Это в жизни любого человека замечательная дата, удивительная дата. Для школы это просто взлет какой-то. Небесный взлет. Взлет птицы, который еще не остановится, а будет дальше и дальше лететь, для того, чтобы выпускать как можно больше выпускников. Не просто здание, а целое поколение директоров, учителей и выпускников. А за 55 лет таких было немало. Все те, кто в этот день присутствовал в школе номер 9, связанные с этой школой. С юбилеем поздравил глава администрации Борис Беляев. Он также является выпускником девятой школы. Я поздравляю нашу школу. Желаю нашим ветеранам крепкого здоровья. Выпускникам перспектив. Ну а что ли вам? Хорошей задачей ЕГЭ. И поступите в его за это. Спасибо большое. Родная школа, как много тех, кто выпустился из ее стен. Кто продолжает ей посвящать свою жизнь. Именно для них состоялся концерт, где вспоминали историю жизни школы. Спасибо за терпение. Это, наверное, в первую очередь подарок для детей, которые учатся сейчас в школе. Для нынешних учеников. Для того, чтобы они видели, как простой мальчишка, девчонка может вырасти, выучиться, стать главой администрации, стать начальником управления, директором какого-то учреждения. И просто хорошим человеком, который живет в городе Кумертал. Мне кажется, что это самое важное. Сегодня в школе работают 35 учителей. В этот день им и ученикам вручали дипломы и благодарственные письма. Поздравляли всех собравшихся своим выступлением не только учащиеся школы, а также выпускники. Так, например, команда КВН «Огурец» подарила зрителям хорошее настроение. Итак, юбилей городной школы. Ну, а самые дотошные ученики приходят поздравить любимого учителя в 6 утра. Итак, смотрим. ДИ-ДИ-ДИ-ДИ-ДИ-ДИ-ДИ-ДИ-ДИ-ДИ-ДИ-ДИ-ДИ-ДИ-ДИ-ДИ-ДИ-ДИ-ДИ-ДИ-ДИ-ДИ-ДИ-ДИ-ДИ, Ничего себе, пойду хоть с кого-то делу. Все члены команды являются выпускниками девятой школы. Школьная дружба вышла из-за ее пределы. Для капитана команды Антона Глазунова это двойное событие. Помимо юбилея школы, он в этот день отметил на сцене свой день рождения. У каждого человека школа вызывает самые теплые чувства. И не поздравить школу это будет крайне неуважительно самому к себе. Поэтому мы всегда с радостью отвлекаемся на такие вещи, на такие предложения. Девятая школа прожила много интересных и продуктивных лет. За 55 лет были и тяжелые времена, и светлые моменты. Однако учебное заведение не опускает занавес в свои 55, а скорее только начинает представление. Предновогодние праздники не обошли стороной и Ермолаевский приют. Там устроили веселый утренник. Детей поздравили Дед Мороз, Снегурочка и символ наступающего 2017 года. Совсем немного времени остается до Нового года. В эти дни каждый ребенок ждет чудо, веселье и подарков. Поддержать детей Ермолаевского приюта и поздравить их с наступающим Новым годом приехали гости. Для них воспитанники подготовили концертные номера. Дети пели песни, рассказывали стихи, отгадывали загадки. Праздник не обошелся без сказочных персонажей – Деда Мороза, Снегурочки, Бабы-Яги и символа наступающего года – Петушка. Он пожелал, чтобы у всех детей сбывались заветные мечты. Чтобы у всех было все хорошо, чтобы у всех были все свои желания. У меня желание, чтобы у меня в семье все было хорошо. И у всех. Гости поблагодарили детей за красочные представления. Ну и, конечно, к ребятам они приехали не с пустыми руками. Подарки были вручены от имени главы администрации Кургодинского района, от представителей органов опеки и попечительства, предприятий и организаций района, а также администрации Ермолаевского сельсовета. Желаю каждому из вас, чтобы обязательно сбылись все ваши мечты, все, что вы запланировали, что вы хотели, чтобы все у вас в жизни сложилось так, как вы сами этого хотите. Еще раз с наступающим 17-м годом, с годом петуха, пусть все у вас будет в жизни хорошо и отлично. В завершении гости и герои праздника сделали фото у новогодней елки. В эти дни новогодние мероприятия проходят во всех детских садах и школах Кургодинского района. А главная районная елка прошла 27 декабря в РДК «Молодость». Пригласили детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и детей, отличившихся в учебе и спорте. Елка главы администрации стала доброй при новогодней традиции. В районном дворце культуры и молодость в канун любимого всеми праздника собирают детей-сирот, а также самых талантливых детей Кургодинского района. Среди приглашенных юные спортсмены, победители различных фестивалей, конкурсов и олимпиад. Собравшись от имени главы администрации, поздравила его заместитель по социальной кадровой политике Лицея Хамитова. Желаю, чтобы уходящий год, если что-то было плохое, осталось все позади, чтобы Новый год принес нам только радости, только победы. Каждый год организаторы стараются придумать для юных зрителей что-то новое, яркое и запоминающееся. Сцена дворца культуры превращается в площадь волшебства и чудес. И, конечно, сидящие в зале ребятишки становятся активными участниками сказки. На этот раз, согласно сюжету, король зла украл время, цифры с новогоднего циферблата. Вернуть время пытается дедушка с двумя внуками. Им помогают не только герои мультфильмов и сказок, но и сидящие в зале ребятишки. В итоге добро побеждает. Король зла пойман. Дед Мороз со Снегурочкой, а также Кашбабай с Кархалу возвращает всем время и под бой курантов поздравляет с Новым годом. Поздравил ребятишек и символ наступающего года – петушок. Я хочу пожелать здоровья, счастья, чтобы вы никогда не знали, что такое печаль и горе, чтобы вы верили в самое лучшее. Желаю всего самого хорошего. Доверьте, ваши мысли будут всегда яркими. После яркого представления празднование продолжилось в фойе дворца культуры. Вместе с героями сказок дети водили хороводы вокруг нарядной елки, пели песни, играли в веселые игры. Праздник подарил детям заряд бодрости и хорошего настроения. Это был наш последний информационный сюжет в уходящем году. Коллектив телекомпании желает вам здоровья и улучшения благосостояния. До свидания.